Мы продолжаем следить за судьбой Любомира и Юры, детей Маугли, как их прозвали в прессе. Первому 14 лет, второму 6. Большую часть своей маленькой жизни они не видели солнца. Родители просто не выпускали их из дому. Об этих детях стало известно полгода назад. Они до сих пор не умеют разговаривать и самостоятельно есть. Маму и папу лишили родительских прав. Отца даже осудили. Но что будет с ними дальше, пока непонятно. Вот такими 14-летнего Любомира и 6-летнего Юру полгода назад увидели работники прокуратуры. Условия хуже, чем в хлебу. Дети не ухожены, истощены и почти не разговаривают. Это при том, что у мальчиков были и мама, и папа, которые уверяли, любят сыновей безгранично. Отец воспитанием не занимался. С детьми была мама, у которой свои взгляды на воспитание. Мы гуляться на подверье троха выпускала. Фоточки пусть не было, ведь крова не хватит. Довела сами это на дуе выпускать, и поэтому... Дети, по крайней мере, не голодны. У меня было завжди сети. После того, как детей у родителей забрали в социальные службы, прокуратура провела свое расследование. Кто и почему проглядел неблагополучную семью? Почему ни медики, ни соцработники, ни учителя так много лет вообще не обращали внимания на детей? Из-за взаимных посадов был заступник директора средней школы, где должен был учиться эта дитина, а также лекарь, который должен был обеспечиваться, дельничный педиатр, который должен был обеспечиваться указанными детьми. Что будет дальше с Любомиром и Юрой, пока непонятно. Маму признали психически больной. Сейчас ее принудительно лечат. Говорит наша съемочная группа о детях. Она отказалась. Отца суд лишил родительских прав, а также отправил за решетку на два года. Четвертый месяц отец Любомира и Юрчика находится во Львовском СИЗО. Именно столько времени он не видел своих детей. Как их здоровье, он тоже не знает. На полке в его тюремной комнате четки и Библия. Говорит, каждый вечер молится о здоровье сыновей и просит у Бога прощения за то, что он недосмотрел. Испытываю великое душевное переживание, потому что... Ну и осведомлю свою провину также перед ними. И, конечно, любовь, батьковскую любовь я до нее почуваю. Детей сейчас пытаются вернуть к нормальной жизни медики. Учат их говорить, ухаживать за собой. Элементарным вещам, которым ни мама, ни папа не смогли научить за 14 лет. Любомира и за 6 маленького Юру. Например, брать в руки ложку и есть твердую пищу. До этого мальчики пили только из детской бутылочки. Любомира и Юра пока еще с посторонней помощью, но уже научились ходить. Понемногу начинают выражать и свои эмоции. У Юрчика может быть невдоволен, как он певными звуками и жестами сопровождает. Любчик выражает несколько складов. То есть это какие-то, которые из объяснений мамы означают, что у них был с одного боку Микки Мауз, игрушка, которую он любил. После суда, когда отец перестал приходить, дети стали развиваться медленнее, говорят врачи. Они скучают по своим горе родителям. То, что родители детей разлучили, не на пользу малышам, говорят соцработники. Приговор суда, по их мнению, был очень жестким. Мы отримали разъединенную семью. Батько, даже если бы вы понимали, что какое господинание, он не вертует, потому что этот стан не был нормальным. Но условное засудование было бы достаточно. Увидеть своих детей отец может только в октябре следующего года, когда выйдет из тюрьмы. Хочет восстановить родительские права и оборудовать в доме детскую комнату, которая никогда не была у его сыновей. Елена Механи, Кристина Гошенко, Юрий Голубинко, телеканал Интер, Львов.